Дорогие друзья, дорогие земляки, братья и сестры, салам алейкум, добрый день. У меня очередной жесткий разбор и жесткий анализ той кошмарной ситуации, которая сложилась в Дагестане в последние дни. Поскольку это не просто провал государственной политики, это еще страшный удар по имиджу и доброму имени Дагестана, а также страшный удар по населению республики. Для тех, кто еще не понял масштаба произошедшей катастрофы, я поясню, что называется по пунктам. Итак, самое первое. Та неоправданная жесткость, жестокость, необъяснимая жестокость, которую применили силовики Дагестана при разгоне акций протеста, она просто поставила под удар вообще выполнение всех государственных задач, не только по мобилизации, вообще теперь на долгие годы вперед выполнение всех государственных задач, которые будут ставиться Москвой перед руководством Дагестана. Силовикам нельзя было в этой ситуации применять насилие. Почему? Во-первых, население не стреляло. Во-вторых, население было безоружно. В-третьих, среди населения митингующего были женщины, старики и молодежь, а кое-где и даже дети. Неужели те, кто принимал решения за силовиков Дагестана в правительстве, не изучали азы просто политологии и современной политики? Я вам приведу в пример, как британские солдаты и британская полиция подставлялись под пули, под пули Ирландской республиканской армии, сепаратистской армии ирландцев. Для чего? Для того, чтобы не поставить под удар имидж силовых структур, для того, чтобы не поставить под удар имидж британских властей, британского правительства. Чтобы люди потом не говорили, что британские власти и британские силовики занимаются избиением слабых, расстрелом слабых. Они готовы были даже пойти на жертвы, на сотни, на тысячи жертв даже пошли. Маргарет Тэтчер принимала это жесткое волевое решение. Для чего? Чтобы потом британское общество сказало, что британские силовики и британские власти заботятся о безопасности населения. Что они не бьют слабых, что они ради сохранения безопасности общества, ради безопасности, ради сохранения мира и согласия в британском обществе, они готовы даже сами поставляться под удар. И это смогло помочь британским властям, правительству Маргарет Тэтчер, переломить ситуацию в свою пользу. Дагестанские силовики сделали все ровно наоборот. В ситуации, когда безоружное население, пусть и эмоциональное, пусть и на пике своего возмущения высказывало свое несогласие с теми нарушениями, которые были выявлены в ходе мобилизации, когда мобилизовывали и многодетных, и инвалидов, и стариков, и тех, кто не служил, и даже тех, кто умер много лет назад. Вы понимаете, это темы, которые просто взрывают кавказское общество, разрывают его на части от несогласия с такой несправедливостью. И в этой ситуации, когда население было на пике просто возмущения, силовикам нужно было проявить терпение для того, чтобы не поставить под удар вообще. Далее, то, что произошло в Дагестане, это страшный удар по имиджу нашего региона, который и так шельмовали 30 лет во всех федеральных СМИ, которого боялись жители России, которым просто пугали своих детей. И сегодня вновь все эти картинки диких избиений, дикого насилия, которые применяли по отношению к безоружным, разлетелись по всей России. Кроме того, это страшный удар по имиджу Дагестана в мусульманском мире. Мы последние десятилетия неустанно работали над тем, чтобы формировать имидж Дагестана в исламском мире, чтобы привлекать инвестиции из мусульманских стран. Поскольку Дагестан со всего глубочайшей мусульманской историей, это же витрина мусульманского сообщества России перед всем остальным исламским миром. Через Дагестан, используя потенциал Дагестана, можно было решать стратегические задачи, государственные задачи международной важности Российской Федерации. Сегодня имидж Дагестана просто уничтожен в исламском мире. Кто теперь придет вкладываться в Дагестан? Какие инвестиции? О чем вы говорите? Кто теперь будет вообще принимать всерьез Дагестан в мусульманском мире среди таких стран, как Турция, Катар, Саудовская Аравия? Это республика, где вот так избивают мусульмане мусульман? Я вам приведу яркие примеры. Правительство наше палец о палец не ударяло, чтобы работать с мусульманским миром, чтобы привлекать инвестиции, чтобы заниматься развитием республиканской экономики. Покажите мне предприятия, покажите мне инвестиции, которые вы привлекли из Турции или арабских стран. Я вас уверяю, что сразу после пандемии мы вели переговоры о том, чтобы в Дагестане эмиратовские власти могли построить онкоцентр на 750 мест. Абсолютно бесплатно. Приехали бы сами на свои деньги, построили, оборудовали по последнему слову техники, просто отдали бы ключи республиканскому руководству и уехали, сказав в Аркала. И знаете что? Не смогли они построить, потому что республиканского руководства не хватило мужества согласовать этот вопрос с Москвой и просто ответить эмиратовским партнерам, что мы готовы. Эмираты сказали, хорошо, не хотите, мы поедем построим где-нибудь. В Африке этот онкоцентр виднее, он там нужнее, чем в Дагестане. Наши ребята, молодежь нового поколения, которые даже брезгуют садиться с вами в эти чиновничьи кресла, которые отказываются от министерских постов, неоднократно отказывались идти в правительство, потому что они брезгуют сидеть рядом вот с вами, с этими вороватым жульем, которые разворовывали народное добро десятки лет. Просто закрывали доступ талантливой молодежи к тому, чтобы принимать решения о судьбах развития республики. Они брезгуют садиться с вами в одни кресла, но они делают для имиджа республики все, что они могут. Они ездят по мусульманским странам, они привлекают инвестиции, они развивают международную торговлю, они привлекают крупные инвестиционные социальные проекты, которые вы год за годом блокируете. Знаете почему? Потому что с вами в этих проектах не делятся, вам откаты не выделяют. Именно поэтому вы угробили республику за последние 30 лет. В рамках этой политики мы готовили презентацию имиджа республики, инвестиционных возможностей республики в Мекке с привлечением крупнейших инвесторов и мусульманских ученых всего исламского мира. Теперь с каким лицом мы будем стоять в Мекке, рассказывая о всех прелестях Дагестана? И мало того, все эти кадры избиения уже показаны по всем арабским международным каналам Аль-Джазира, Аль-Арабия. Чем вы это теперь будете закрывать? Сколько десятков лет теперь нужно восстанавливать испорченный имидж Дагестана в мусульманском мире? В ситуации, когда мы живем под санкциями, и каждый доллар, каждый рубль, каждый реал, каждый дирхам, вложенный в нашу экономику, мог бы облегчить участь нашего населения, которое и без того перебивается уже с хлеба на воду. Вы будете теперь кормить эти дагестанские семьи? Вы, которые разворовываете детские пособия, которые разворовываете питание в детском саду, где детям подсовываете макароны, изъеденные червями, вы будете теперь заботиться населением в веренной вам республике? Я уже не говорю о том, что вот этот кошмар, который произошел в Дагестане, это страшный удар по молодежи республики. Наша молодежь, наше население никогда не было оппозиционным. Оно никогда не участвовало в митингах, никогда не выступало против федеральных властей. Это всегда была спокойная республика, да, со своими проблемами. Да, нашей молодежью не занимались. Да, она 30 лет была брошена. Никакого патриотического воспитания. Никакой заботы о будущем нашей молодежи. Никакого трудоустройства. Никакой профориентации. Никакого устройства в вузы в городах и регионах России. Никакого контроля за тем, как они там учатся. Абсолютно была брошенная молодежь. И вот сейчас эта молодежь, которая была полностью отрезана от государства, от государственных органов власти, от вообще самой республики, которая жила параллельной жизнью, 30 лет выживала как могла. Страшнейшая безработица. Страшнейшая разруха, страшнейшее воровство, коррупция, кумовство. При всех этих условиях наша молодежь, самая предприимчивая, самая креативная в России, добилась расцвета бизнеса до такого, что из столичных городов из Петербурга и Москвы приезжают учиться у нашей молодежи, как развивать бизнес. Вы погубили потенциал этой молодежи. Вы, эту молодежь, которая не хотела соприкасаться с этим коррумпированным правительством и которая жила параллельной жизнью, но не оппозиционной, спокойной жизнью, созидательной жизнью, вы ее просто выбросили сейчас. Вы ее выбросили туда, где теперь шельмуете ее как оппозицию, которая якобы, видите ли, управляет из-за рубежа. Вы не понимаете, почему у нас население взорвалось? 30 лет вы не занимались молодежью, ни детьми, ни матерями, ни стариками, ни молодежью, ни студентами. И вдруг через 30 лет вы вдруг поднялись в списки вместе с умершими, вместе со стариками и решили всех разом как дрова просто сгрести под мобилизацию, лишь бы отчитаться цифрами, лишь бы отчитаться килограммами дров и картофеля, которые вы начнете поставлять сейчас из Дагестана. Где работа с населением? Где знания, нужд, чаяний? Где понимание того, в каком состоянии находится вверенное вам население? Вы вообще из кабинетов своих выходите? Вы вообще понимаете, чем живет республика? Вы вообще понимаете, каким народом вы управляете? Послушайте, Дагестан один из самых сложнейших регионов в России. Здесь не то, что 50 народов, 5 языковых групп, это Нахско-Дагестанская группа, Тюркская группа, Персидская группа, Семитская группа, Славянская группа, 50 народов, 50 разных языков. Более того, на момент присоединения к России в Дагестане было 5 разных видов ислама. Вы вообще знаете об этом? Почитайте хотя бы исторические книги, исламоведческие, востоковедческие. Сходите, не знаю, в Институт истории, археологии, этнографии Дагестана. Сходите в Институт Востоковедения, 5 разных видов ислама на момент присоединения к России. И они все 5 являются традиционными для российского государства, для Дагестана как минимум. Это суфийский ислам, это салафитская версия ислама, возрожденная Мухаммадом Кудутлинским в 17 веке. Целые дискуссии были между салафитскими учеными и суфийскими шейхами до присоединения к России. Почитайте хотя бы их переводы, если вы арабский язык не знаете. Третья версия ислама, это даргинские фукага. Почему даргинцы настолько независимой политики продерживаются в исламе? Хотя бы для себя уясните, что они глубоко занимаются изучением шафиитского фикха. Четвертая версия ислама, это реформаторы, это джадиды, которые шли в свое время за идеями Джамалудина Афгани, Мухаммада Абдор, Рашида Рида. Их последователи до сих пор остались в Дагестане. Наконец, пятая община, пятая версия ислама, это шиитская община Дербента. Вы хоть как-то сегментируете, как работать с разными представителями этих религиозных общин. Более того, на момент присоединения к России в Дагестане было пять разных видов государственности, с разным видом политического опыта и политических моделей поведения. Первая, это, конечно, ханство, маисумство, шамхальство и так далее. Вторая версия политических образований, это отдельные джамааты, когда каждое село было отдельным государством, как, например, Кубачи. Третья версия государственности, это вольные общества, когда джамааты объединялись в сети джамаатов для того, чтобы вместе решать стоящие перед ними проблемы войны и мира, управления территориями. Четвертая версия государственности, это аристократические общества, где вместо одной ханской семьи было пять семей, которые по очереди передавали друг другу власть. И, наконец, последний вид государственности, это федерации и конфедерации, когда объединялись друг с другом ханство, аристократические общества, вольные общества и джамааты. Вы хоть понимаете, что невозможно управлять жителями Хунзаха и жителями Цунтинского района одинаково? Невозможно управлять Нагайским районом и Южным Дагестаном по одним и тем же стандартам, по одним и тем же топорным методам, которые вы применяете? Вы понимаете, что вы просто поставили под страшнейший удар всю межнациональную, всю межконфессиональную политику в стране? Когда такое произошло в Кабардино-Балкарии и в Ингушетии, вы знаете, какое решение принял Кремль? И тем не менее, вы подставляете, вы, чиновники, которые годами просиживаете штаны в креслах и не научились работать с населением, просто подставили и власти, и саму молодежь, и население, и имидж республики, поставили под страшный удар. И теперь дагестанская молодежь, выброшенная вами, топорной вашей работой, выброшенная просто в лагерь оппозиции, куда денется теперь эта молодежь? Она будет оставаться в республике, ожидая, пока вы заведете уголовные дела? Нет, она разъедется по всей России, пополнит оппозиционные группировки в российских городах, она будет выезжать за рубеж, где огромная дагестанская диаспора, где-то начиная примерно с 16-го, 17-го, 18-го, 19-го века, где огромное наследие, где дагестанцев уважают за то, что они дали миру, исламскому миру, огромное количество полководцев, алимов, шейхов. И вот на это наследие опираясь, это самое креативное, это самая пассионарная молодежь России, которая выброшена вами в оппозиционный лагерь, заполнит оппозиционные группировки за рубежом. Как вы будете потом оправдываться, что теперь якобы из-за рубежа расшатывают ситуацию внутри республики? Если несколько дагестанских проповедников, которые сегодня из-за рубежа обращаются к дагестанской молодежи, наводят на вас такой страх и паралич, что будет с вами, когда вся эта молодежь, выброшенная вами в оппозиционный лагерь, уедет за рубеж и начнет просто бить по вам и по вашей провальной политике? Вы не понимаете, что первопричиной того, что произошло, стали именно ваши неадекватные, жесткие, жестокие действия, которые просто взорвали ситуацию в спокойном прежде Дагестане, привели к чудовищному провалу государственной, национальной, конфессиональной, молодежной, воспитательной, инвестиционной, имиджевой политики на долгие годы вперед. С чем я вас искренне и поздравляю. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей.